Добро пожаловать! Как мы узнали на прошлом занятии, принятие — это неотъемлемая часть Божьего характера. Это одно из центральных качеств Бога, и оно лежит в основе того, как Он относится к Своим детям, то есть к нам. А теперь на шестом занятии мы поговорим о том, как мы относимся к нашим детям. Если Вы хотите, чтобы в Ваших отношениях с детьми отображалась любовь Небесного Отца, тогда это занятие для Вас. Мы с Вами узнаем шесть принципов, которые помогут Вам перенести материал с этих страниц в свою жизнь. Итак, открывайте шестое занятие. Давайте начнем. Мы переходим к принципам. Как Вы помните, принципы помогают перенести истинные урока со страниц пособия в жизнь, в наши отношения с детьми. Первый принцип. Принятие — это самая суть Божьего отношения к нам. Самая суть. Бог приглашает нас к Себе и всегда принимает, если мы приходим. Об этом очень часто говорится в Библии. Принятие, милость, сострадание — это суть Божьего отношения к нам. Об этом писал пророк Михей в 7 главе, стихах 18-19. Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Божья милость удерживает Его от того, чтобы воздать нам по заслугам. Он постоянно прощает нас, проявляет к нам терпение и благодать. Принятие — это основа всего, что нам так дорого в отношениях с Богом. Второй принцип. Принимать других нужно просто так, а не за какие-либо заслуги. Вот почему так важна та деталь, что отец исполнился жалости еще до того, как сын раскаялся. По крайней мере, до того, как отец об этом узнал. Это как любовь, во всяком случае, любовь Агапы. Она основывается не на достоинствах любимого человека, а на решимости и посвящении любящего. Думаю, очень важно, чтобы вы как можно раньше дали это понять своим детям, прочно вбили это им в головы. Мы живем в обществе, где ценятся только заслуги, заслуги, заслуги. Конечно, дети должны понимать закон сияния и жатвы, но кроме того, они должны понимать, что такое благодать и милость. Ведь без этого они не поймут самую суть Евангелия. Поэтому нужно говорить им о принятии с ранних лет, а особенно в подростковом возрасте, когда так много, значит, внешность и принятие со стороны сверстников. Если хочешь быть популярным, сделай то-то. Если хочешь вписаться в эту компанию, веди себя так-то. Да и потом легче не становится, когда человек впервые устраивается на работу, ему дают понять, вот чего мы от тебя ожидаем. Будешь прогибаться и всем угождать, получишь повышение. Мы живем в мире, где все нужно зарабатывать и постоянно соответствовать чьим-то ожиданиям, поэтому нужно с ранних лет учить ребенка истине. У нас с детьми была одна игра. Правда, со временем она им надоела, но сначала шла на ура, пока они были еще маленькие. Помню, как-то раз Филипп играл с друзьями в бейсбол, ему тогда было 7 лет. Подробности уже не помню, но игра началась давно. Были как раз решающие минуты, несколько бегущих были на базах. Подходила очередь Филиппа отбивать мяч, а он всегда преуспевал в спорте. Он стоял в круге и разминался. Я в той игре помогал тренеру и стоял рядом. И вот я спросил Филиппа, в каком случае я буду больше тебя любить, если ты заработаешь хоум-ран или страйк-аут? Если вы не разбираетесь в бейсболе, то поясню, что хоум-ран — это лучшее, что только может быть, а страйк-аут — худшее. В каком случае я буду больше тебя любить, в случае успеха или провала? Его друзья подсказывают, ну, конечно, если будет хоум-ран, так что бей со всей силы и беги как можно быстрее, тогда папа будет очень тебя любить. А Филипп уже приготовился отбивать, и тут разворачивается и говорит, «Эй, ребята!» А у него тогда еще были проблемы с дикцией. «Лебята, это хитлый вопрос. Он будет любить меня одинаково с хоум-ланом и со страйк-аутом, ведь это мой папа. Не отвечайте, это хитлый вопрос». В общем, оставалось только сказать, «Молодец, вижу, ты это усвоил». А теперь, не искушай отца своего. Бей со всей силы и беги как можно быстрее, на всякий случай. Нужно постоянно подкреплять это понимание всевозможными методами. Будьте изобретательны. Проверяйте, помнят ли они. Ведь большинство людей склонны думать, особенно в стрессовых ситуациях. «Твоя любовь ко мне зависит от моего поведения». В 33 главе Исхода Бог проходит мимо Моисея, чтобы тот его лучше узнал. «И сказал Господь Моисею, «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Просто так, как Бог захочет, а ни по каким ни по заслугам. В Новом Завете похожая мысль записана, конечно же, в послании к Ефесянам, 2.8.9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Это дар, а не награда. Его нельзя заслужить, и это необходимо четко уяснить, чтобы принять Божий дар спасения. Даже самых маленьких детей нужно этому учить, и даже самым старшим напоминать». Недавно Эмили впервые получила четверку за семестр по одному из предметов в колледже. Мы уже давно ее упрашивали об этом, но ни в какую, одни пятерки. Лучшая ученица в классе, победительница национальных олимпиад и всевозможных конкурсов. Поступила в колледж, и опять та же картина. Первый семестр, одни пятерки. Второй семестр, одни пятерки. Мы уже ей говорим, «Знаешь, если ты получишь четверку, Бог с престола не упадет. Зато ты, может быть, станешь получать больше удовольствия от студенческой жизни. Ты так много учишься, так стараешься. Ну, получи четверку, мы уже как-нибудь переживем». Наконец-то и попался курс, где они с преподавателем разошлись во мнениях. И вот долгожданная четверка. Мы устроили вечеринку. Понятно, что мы радовались не ухудшению успеваемости, а тому, что есть благодать, есть милость. Не нужно быть воплощением совершенства. Плохо, когда другие ожидают от нас совершенства, но еще хуже, когда мы сами этим заражаемся. А здесь, наверное, больше максималистов на метр квадратный, чем в любых других местах города. Максимализм крадет у нас радость жизни. Третий принцип. Чтобы принимать других, нужно обращать внимание на личность, а не на поступки. Отец исполнился сострадания еще до того, как выслушал покаянную речь сына. Так что дело не в поступках сына. Да, он вернулся домой, но ведь еще неизвестно зачем. Все внимание отца обращено на сына лично. Это он. Я узнаю его. Он возвращается. Внимание на личность, а не на его поступки. Однажды в школьные годы, кажется, я был в предпоследнем классе, поскольку водительских прав у меня еще не было, мы с друзьями из церкви вечером после служения поехали в пиццерию. Одна из девочек в нашей компании была на год старше, и у нее уже были права. Мы все забились в ее машину, гораздо больше людей, чем положено. Откушав пиццы, мы только отъехали от ресторана, как вдруг лопнула шина. Из семи человек, нас, парней, было двое, и, конечно же, мы повели себя как настоящие мужчины и сразу перешли к действию. Мы поменяем шину, а вы, девушки, возвращайтесь пока в ресторан и подождите там. Кажется, до того я пару раз помогал папе менять летние шины на зимние. Но в этой машине был какой-то странный домкрат. Я такого никогда раньше не видел. Он ставился не под бампер, а куда-то под саму машину, и надо было как-то хитро его вывернуть. И этот второй парень меня спрашивает, «Ты такое когда-нибудь видел?» «Не, отвечаю я. Я тоже. Тут девочки вышли поинтересоваться. И как тут у нас дела? Как успехи? У нас вообще-то дома комендантский час». А я отвечаю, «Дела прекрасно. Просто придется повторить вводный курс в автомеханику». В конце концов, мы были вынуждены открыть бардачок и поискать руководство пользователя. Что, как вы понимаете, для молодых мужчин ужасно позорно, в отличие от 50-летних, как я сейчас. Нет, сейчас вообще-то тоже позорно. Открываю я бардачок, начинаю копаться, а там прямо сверху лежит конверт. На нем написано имя этой девушки, нашей подруги и приписка «Открыть в случае аварии». Я подумал, что это, конечно, не совсем авария, но почти. А вдруг там написано, как воспользоваться этим странным домкратом и сменить шину. Поскольку конверт был адресован ей лично, мы ее позвали. «Эй, иди сюда, посмотри, что здесь». «Странно, я ничего об этом не знала». И вот мы все встали под фонарем, она распечатала конверт и достала письмо. Оно начиналось с обращения по имени и дальше гласило «Дорогая доченька, если ты это читаешь, то, вероятно, разбила машину. Надеюсь только на то, что это письмо не в чужих руках, а в твоих, ведь тогда это означает, что ты в порядке». Наверное, ты сейчас переживаешь. А что скажет папа, когда я ему позвоню? Как сильно повреждена машина? Сколько займет ремонт? «Дорогая, хочу тебе сказать, что сейчас для меня важна только ты. Машину можно починить, в крайнем случае купить новую. Но ты, доченька, бесценна и незаменима для нас. Если ты это читаешь, то большего счастья мне и не надо. Так что не сомневайся и звони мне. Все остальное мы вместе решим». Вот это да. Представьте себе нас, крутых парней, уязвленных незнанием автомеханики, «Как мы стоим там и рыдаем крокодилями слезами? Может, твой папа проведет семинар для наших родителей? Им бы было полезно». Какой прекрасный пример принятия. Этому человеку не важно, что произошло. Важен человек, его дочь. То же самое можно сказать и о Христе. Вот случай, описанный в Евангелии от Матфея 9.36. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Почти как рассеянные с улицы бассейны, только с улиц Капернаума. Они бродят вокруг без понятия о том, что происходит, и когда Христос видит их состояние, он не говорит, «Идиоты!» «Но вы только на них посмотрите!» Нет, что сказано в Библии. Он сжалился над ними. То, что они были изнурены и рассеяны, означает, что они были во грехе. И тем не менее, именно это пробудило сострадание в сердце Спасителя. Евангелист Марк в 6 главе рассказывает, как Иисус увидел множество людей, нуждающихся в пастыре. Он снова сжалился и начал учить их много. Очень часто принятие перерастает в действие. Мы переполняемся состраданием, видим нужду и делаем что-то, чтобы ее удовлетворить. В служении Иисуса есть масса примеров этому. Он видит нужду, и внутри у Него возникает чувство сострадания. А потом это сострадание побуждает Его к действиям. Из сострадания Он учил людей. Из сострадания исцелял. Из сострадания Он плакал вместе со вдовой. Сострадание. Основной мотив Его поступков. Четвертый принцип. Чтобы принимать других, нужно смотреть в будущее, а не в прошлое. Почему-то в этой притче нет такой реплики отца. Давай-ка еще раз повторим, что произошло. Объясни мне, пожалуйста, чем тебе было плохо дома? Почему ты отправился в чужую страну? Как тебе там жилось? Неужели лучше, чем здесь? Позже наверняка найдется время и на эти разговоры. Конечно, нужно разобраться и поставить все точки над И. Но это потом, не сейчас. Сейчас Отец смотрит не в прошлое, а в будущее. В книге «Плач Еремии», кстати, если вы ее давно не читали, если вы слишком позитивно настроены и давно не страдали депрессией, почитайте «Плач Еремии». Это сборник погребальных песен, написанных во время разрушения Иерусалима. В общем, очень вдохновляет. Так вот, прямо в середине этой книги, глава третья, стихи 22-23, есть прекрасные слова. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Каждый новый день дает нам шанс начать все сначала. Пятый принцип. Безусловное принятие обновляет отношения и исцеляет раны. Мои друзья рассказали мне кое-что, из-за чего мне захотелось повернуть время вспять и изменить свое прошлое. Я подумал, ну почему мне раньше никто этого не сказал? А может, кто-то и говорил, но мне тогда не хватало ума прислушаться. В общем, эти друзья решили, что всякий раз, когда они применяют дисциплинарные меры, шлепают детей или отправляют в свою комнату, или лишают их каких-либо удовольствий, они будут не только объяснять, почему они это делают, за какой проступок, на каком библейском основании, но после наказания они будут делать, знаете что? обнимать ребенка. Просто сидеть вместе с ним, держа его в объятиях. Меня на это часто не хватало. Меня едва хватало на то, чтобы сдержать гнев и вести себя спокойно во время наказания. А потом я делал так и уходил. Тем временем наша дочь или сын хорошенько плакали, потом выходили из своей комнаты и постепенно возвращались к общей семейной жизни. Но это неправильно. Вот мои друзья делали правильно, что обнимали детей. По их словам, это были моменты наибольшей близости с детьми, одни из лучших моментов в их жизни. Не удивляйтесь, если поначалу ребенок станет вырываться, все равно не отпускайте его. Скоро он перестанет сопротивляться и обнимет вас в ответ. Это символ любви между вами. Это говорит ребенку, да, ты поступил неправильно, но это не значит, что наши отношения разрушены. Это важнейший урок с богословской точки зрения. В послании к Колоссянам 3.12.13 сказано, «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Прощение, дарованное нам в Иисусе Христе, это толчок, мотивация прощать других. Оно дает нам силу делать это. Шестой принцип. Люди часто неправильно понимают, что такое принятие. Можете отметить его звездочкой. Люди часто неправильно понимают, что это такое. «Они могут видеть в нем слабость, недостаток, рассудительность». «Ты тряпка». «Тобой так легко пользоваться и манипулировать. Ты просто слабак». «Принятие считается не достоинством, а недостатком, особенно в мужчинах». Вы столкнетесь с непониманием, возможно, даже со стороны вашего супруга. Вот поэтому важно заниматься воспитанием вдвоем, чтобы сохранять равновесие. И если вы воспитываете ребенка в одиночку, вам необходим близкий человек, который не только будет вас поддерживать. Да-да, все замечательно, но сможет и сказать, «Знаешь, по-моему, тебя занесло в сторону». Нам всем это необходимо. Тем не менее, помните, что вас будут критиковать даже тогда, когда вы все делаете правильно. Кто-то обязательно вас не так поймет. Может быть, бабушка с дедушкой, приехав в гости, скажут, «Знаете что? В наши времена, когда мы наказывали детей, они у нас еще долго плакали. А ваши поплакали пять минут, а сейчас уже смеются. Что это такое? Если они не поревут хотя бы день, то ничему не научатся». Что ж, спасибо, что вы сказали свое мнение. Сопоставьте это мнение с Писанием, но не удивляйтесь, если ваша сострадательность наткнется на критику. На следующем занятии мы с вами познакомимся со старшим братом, который совсем не понял, с какой стати отец принял брата обратно в семью. А иногда и Божьему принятию люди бывают не рады. Помните Иону. Бог направил его миссионерам к неневитянам, и Иона их терпеть не мог. Это были ужасные люди. Они пытали военнопленных и вообще были очень-очень злыми. Иона не хотел туда идти. В воскресной школе обычно объясняют, что он боялся за свою жизнь. Возможно, но это только одна причина. Была и другая. В конце концов, он туда пришел, проповедовал слово, и неневитяне покаялись. Казалось бы, Иона должен быть счастлив, но не тут-то было. В 10 стихе 3 главы сказано, «И увидел Бог дела их, то есть покаяния, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бога бедствия, которым сказал, что наведет на них, и не навел. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Я знал, что если пойду туда и стану проповедовать, и они покаются, то ты такой Бог, что дашь им новый шанс. А я не хочу, чтобы у них был новый шанс». Случалось ли вам смотреть новости по телевизору и возмущаться, «Боже, ну где твоя справедливость? Почему бы тебе не навести порядок? Мы видим, что делают взрослые с невинными детьми, видим войны и всякие трагедии по всему миру, и каждая новость заново разбивает наше сердце. Где справедливость? Гнет, сексуальная эксплуатация и так далее, и тому подобное. Господи, мы требуем справедливости. Однажды вечером мы с семьей смотрели новости. Наверное, я чересчур умный, потому что иногда вступаю в премии с телеведущими. Я также пытаюсь общаться со спортивными комментаторами, но они обычно на меня не реагируют. Так вот, я сказал, «Господи, ну пожалуйста, приди и воздай им по заслугам». Моя жена обычно предоставляет премия с телевизором мне, но изредка и сама вмешивается, хотя ее нотаций гораздо короче моих. На этот раз она сказала, «А ты хочешь, чтобы он и нам воздал по заслугам?» Ну, конечно же, нет. Я хочу милости и благодати, а справедливость пусть торжествует над другими людьми. Это же понятно. Моей жене даже не пришлось делать призыв к покаянию. Я и сам сразу понял, что меня занесло. Нельзя просить у Бога и того, и другого, справедливости для других, а милости, благодати и принятия для себя. Иона говорит в третьем стихе, «Господи, возьми мою душу от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Похоже, ему следовало несколько изменить свой подход к жизни и не так уж сильно домогаться справедливости. Пару лет назад я решил, что я слишком добрый, слишком милосердный, в общем, мягкотелый. Вот какие события к этому привели. Мы тогда жили в Иллинойсе, где я был пастором небольшой провинциальной церкви. Каждый, кто проезжает через наш городок, нуждался в деньгах или помощи, может, машина сломалась или еще что-нибудь, заявлялся к нам. Их обычно направляли люди из нашей церкви или те, кто симпатизировал нашей церкви, зная, что мы наверняка постараемся что-то сделать. Ну, а те, кто не симпатизировал нашей церкви, и мне лично, тем более посылали всех ко мне. Так что нас стабильно кто-то посещал. Ну, не то чтобы каждую неделю и даже не каждый месяц, но много раз в году, это точно. Иногда люди приходили ко мне в офис, но чаще домой. И не сомневаюсь, что несколько раз я позволил таким людям мною воспользоваться. Они так красиво говорили, и я всем верил, а потом мне объясняли. Да мы знаем этого человека. Он живет в паре десятков километров и периодически наносит подобные визиты. Вы прежде с ним не сталкивались? Ну, что ж, больше на такое не ведитесь, потому что, скорее всего, года через два он пойдет по второму кругу. Вот так вот. И вот однажды я сижу в церковном офисе и звонит телефон. Какой-то мужчина говорит, «Здравствуйте, мне так понравилась ваша проповедь в воскресенье. Я получил большое благословение». Я отвечаю, «Спасибо. А как вас зовут? Что-то не узнаю ваш голос». Да мы с вами еще не успели познакомиться. Мы впервые были у вас в церкви и детей приводили. Мы сейчас переезжаем из Мичигана и вообще-то будем жить не в вашем городке, а в соседнем. Но мы так рады, что нашли хорошую церковь со здравым библейским учением. И ваши прихожане такие приветливые. Я ему говорю, «Да, очень жаль, что я не успел к вам подойти». Ну, мы чуть-чуть подождали, но потом нам нужно было идти. Нужно было возвращаться в Мичиган и собирать вещи. Но скоро мы уже перейдем на совсем. Ждем этого с нетерпением. Кстати, мы заметили, что у вас есть детское служение, так что мы обязательно запишем туда своих детей. А моя жена отличный преподаватель. Я себе думаю, «Вот здорово, у нас в городке всего 850 жителей, а тут семья с пятью детьми». Для нашей церкви это означает моментальный прирост в 7%. Красота! Жалко, конечно, что я не приметил этих людей в воскресенье. Но это бывает. А дальше он говорит, «В общем, мы сейчас в Мичигане, уже проехали треть пути, и тут у нас сломалась коробка передач. За замену просят 1400 долларов. Я вообще-то и сам разбираюсь в механике и нашел мастерскую, где мне разрешат поработать самому, а бэушную коробку я могу купить за 600 долларов с небольшим. Но я еще не приступил к новой работе, а старый банковский счет мы закрыли. Не могли бы вы одолжить мне 600 долларов, чтобы мы смогли к вам доехать?» Ход моих мыслей был примерно такой. «Хм, пять детей и жена учительница воскресной школы. Еще бы! И вскоре при помощи Вестерн Юнион 600 долларов полетели с моего скромного счета к нему в руки». Интересно, что мы так и не увидели эту семью. Интересно, что на встрече пастерской ассоциации я узнал, что наша церковь была уже четвертой или пятой, куда они позвонили. И это только в нашем районе. Но я был первым, кто согласился дать деньги. Потом у нас была замечательная встреча старейшин. У нас было трое старейшин, и мнения немедленно разделились один на один. Один из них сказал, «Мы должны возместить Филу эти деньги». Ведь он сделал это по вере, с благими намерениями. Другой возразил, «Нет, ему нужно повзрослеть и усвоить урок, даже если это тяжелый урок, ведь это Божьи финансы». Он так проникновенно произнес «Божьи финансы», что я понял, мои дела плохи. С какой стати мы должны тратить «Божьи финансы» на компенсацию его глупости? Думаю, не следует возмещать эти деньги. Третий старейшина занял промежуточную позицию, и в конце концов был достигнут компромисс. Мне возместили половину суммы, так чтобы я не пролетел на все 600 долларов. Но все же усвоил урок. Из этого случая я сделал вывод, что нельзя быть таким добрым. Ну хорошо, скажем, не добрым, а легковерным. Нельзя позволять, чтобы тобой манипулировали. Нужно чаще говорить «нет». Вскоре после этого мы с Ален собрались в больницу навестить знакомых. Туда нужно было ехать минут 50. И мы всегда объединяли визит в больницу с посещением супермаркета. Настоящего большого супермаркета, не такого, как магазинчики в нашем городе. Поэтому такая поездка занимала большую часть нашего дня. Мы собирались выезжать часа через два. Я был в церкви. И тут мне звонит Эллен. «Пожалуйста, приезжай домой». Я волнуюсь, тут пришел какой-то подозрительный мужчина. Я его не впустила, но он уселся у нас на ступеньках. Я приехал, и этот человек рассказал мне свою историю. Его недавно освободили из тюрьмы неподалеку от Чикаго, и он попросил у нас денег на междугородний автобус. Он собирался в Аризону, где у него были родственники и хотел начать там новую жизнь. «Только не нужно мне ваших буклетов», сказал он. «Мне нужны деньги на билет». Я отвечаю, «Здесь автобусы не ходят». А где ходят? По случайности, автобусы ходили как раз в том городе, куда мы вскоре собирались. Вот что я вам скажу. Я не могу вам дать денег на билет, но могу подвезти вас до автобусной станции. Во всяком случае, до города, где она есть. Но вначале мне нужно закончить кое-какие дела, кое-куда съездить. «Если за это время вы скосите траву у меня во дворе, то мы вас подвезем». «С удовольствием», отвечает он. «Может, еще что-нибудь сделать?» «Нет, этого достаточно». У нас был большой двор, требовалось больше часа, чтобы скосить всю траву, а было как раз лето, самая жара. Он согласился. «Да-да, я с радостью этим займусь. Мне как раз нужны физические упражнения. Незадолго до конца срока у меня были проблемы с одним из легких. Оно как-то сдулось и пришлось его прооперировать. И пока шов заживал, я не мог заниматься спортом, так что я уже соскучился по нагрузкам. А я себе думаю, «Конечно-конечно, расскажи кому-нибудь еще». «Думаешь, я дурак?» «Нет, я уже покупал коробки передач, теперь меня не проведешь». Но вслух говорю, «Хорошо, посмотрим, как вы справитесь». Я сказал, Эллен, зайти в дом, запереть дверь и тут же звонить мне, если возникнут проблемы. А сам уехал. Вернулся я часа через полтора. Я вышел из машины и оглядел двор. Он выглядел просто великолепно, безукоризненно. Этот человек закончил работать косилкой и подравнивал отдельные травинки ножницами. Я был доволен, но потом мой взгляд упал на его футболку. На нем была потрепанная грязновато-белая футболка, которая в самом начале заставила меня отнестись к нему настороженно. Но сейчас ее левая сторона была вся пропитана кровью. Пока он косил наш двор, у него разошелся шов. Я только и мог сказать «О!». Мы отвели его в душ, вызвали скорую помощь, они подправили шов. Потом мы отвезли его на автостанцию, и я счел за честь полностью оплатить ему билет в Феникс, штат Аризона. И знаете, что я из этого вынес? Что у меня не очень-то развит дар развлечения. как бы то ни было, я считаю, что нельзя игнорировать внутренний импульс, говорящий «Будь щедр, прояви сострадание». Ведь сколько раз в Библии говорится о сострадании. Думаю, что у родителей есть некий внутренний барометр, который подсказывает нам «Сейчас нужно проявить строгость и не идти на компромисс, а сейчас нужно проявить сострадание». Это скорее искусство, чем наука. Я не могу дать вам список или волшебную формулу, помогающую определить, когда что делать. Именно по этой причине Бог дал нам Духа Святого, который живет внутри нас. И когда Дух исполняет нас состраданием, нам остается только проявить принятие и безусловную любовь. Вот и все. Какое видение вытекает из всего этого? Видение следующее. Если дети находят в нас принятие, то намного вероятнее, что они вырастут любящими людьми. Намного вероятнее, что они вырастут любящими людьми. Возможно, некоторые слушают меня и думают, «Ничего ты не понимаешь, Фил. Меня воспитывали совсем иначе. Меня воспитывали иначе». Растак, знаете что? Пора разорвать порочный круг. Пора приложить к семейному наследию принятие и сострадание. Один человек намного умнее меня сказал, «Не проявляя сострадания к нашим детям, мы тем самым крадем его у наших внуков». Вот это да. Другой автор сказал, «Что ребенок не получил, то он едва ли сможет впоследствии дать другим». Но нужно помнить, что Бог может разорвать порочный круг и хочет начать новую традицию с вас, теперешних родителей. Этот урок, наверное, больше, чем другие, пробудил в нас много разных чувств. Много разных чувств. Есть очень тонкая грань между обличением от Бога и осуждением от врага наших душ. я почти ощущаю тяжесть ваших мыслей. Да, это замечательный урок, но он запоздал на 10 лет. Почему никто не рассказал мне об этом, когда дети еще жили с нами? Теперь они выросли, переехали. Что толку говорить? это только усугубляет мою боль. А вы заметили, что хорошая часть нашей притчи наступает уже после того, как сын ушел из дома. Родительские обязанности с уходом детей не заканчиваются. Всегда есть возможность дописать новую главу. «Но я больше не имею на них никакого влияния», скажете вы. Да, бывает всякое. Иногда они даже покидают свет раньше нас. Но Бог непременно что-то сделает. Он пошлет вам другие возможности влиять на людей. Он даст вам духовных детей. Он даст вам особую роль в жизни ваших внуков, так что вы сможете достичь больших успехов, чем с детьми. Пожалуйста, только не выносите из этого урока чувство осуждения. Сейчас как никогда вы должны помнить, что Бог принимает вас такими, какие вы есть. Итак, где вы сейчас находитесь на своем духовном пути? Прежде чем мы поговорим о том, как принимать своих детей, нужно убедиться, что мы сами уверены в Божьем принятии. Если сейчас, после всего, что вы услышали, вы боретесь с самоосуждением, то это не от Бога. Это от нашего врага, сатаны, дьявола. Библия называет его клеветником братьей. Он хочет, чтобы неудачи подрывали наш дух и вызывали ненависть к самому себе. Но когда Божий Дух обличает, этому всегда сопутствует надежда и желание изменить ситуацию к лучшему. Мы не научимся принимать наших сердца. Переходя к работе с учебным пособием, помните об этом, особенно когда будете отвечать на первый вопрос. В нем обращается внимание на то, что принятие сопровождается двумя вещами. Внутренней эмоциональной реакцией и внешними действиями. Некоторым из нас сложнее даются чувства, другим выражение этих чувств реальным ощутимым образом. А что вам сложнее? И как вы думаете, что из услышанного сегодня может быть полезным вам, а также другим участникам группы? Присоединяйтесь к обсуждению. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.